Друзья, прямо сейчас я в руках держу самое важное. Это лист бумаги, на котором указаны все чит-коды из GTA San Andreas. Раньше все школьники знали их наизусть, а если потеряешь коды, то считай, потерял всё. А возможно, раньше вы кайфовали, например, от стрелялок, или любили там дрифт, тачки, тюнинг и всё такое. Так вот, больше не нужно переставлять пыльные диски между друг другом и пытаться нащупать то самое. Ведь в игре Hustle Online всё это уже давным-давно есть. Вы можете там прочувствовать вообще всё, а ещё вы можете поиграть там вместе со мной. На Hustle Online вы можете попробовать себя в роли кого угодно. Вы можете стать космонавтом, можете стать работником скорой помощи, пожарной помощи, можете стать бандитом или бизнесменом. Вы можете играть с кем угодно, откуда угодно и с любого устройства. Это невероятно крутая игра, которая погружает вас совсем в другой мир, из которого реально не хочется выходить. Я вместе со своими друзьями играю на 14 сервере, поэтому переходите обязательно по ссылке в описании. И не забывайте при регистрации вводить мой ник Александр, нижнее подчёркивание, Герасёв. И также вводите мой промокод Герасёв, он вам даст классные бонусы для лёгкого старта игры. На 14 сервере я вместе со своей бандой держим уже половину города, поэтому подключайтесь. Мы также все общаемся во ВКонтакте, у нас есть свой чатик, тоже найдите его обязательно по ссылке в описании, присоединяйтесь. Там мы договариваемся о рейдах и о всяких ограблениях и тому подобное. Так что если вы давно хотели поиграть в классную игру, то присоединяйтесь к нам. К тому же в неё можно играть из компьютера, из телефона. Просто вбивайте в Google Play или App Store название Hustle Online, скачивайте приложение и заходите к нам на 14 сервер. Все ссылки вы найдёте в описании, обязательно переходите, регистрируйтесь. И не забывайте вбивать мой ник при регистрации и мой промокод Герасёв. Он реально даст нам крутые бонусы. Ссылки в описании под видео. Спасибо, что включил с тобой Герасёв. И сегодня ты узнаешь, какую награду назначили за наши головы и почему я снова остался один. А я напомню, что в предыдущих видео Кинг решил избавиться от нас раз и навсегда. Но, как и всякий трус, сделать это он решил чужими руками. Просто может пострадать. Может реально пострадать, потому что... А потому что Кинг заказал моему бате, чтобы он не ходил. Кинг мёртв. Кинг мёртв в него, блядь, Рома выстрелил, тот заметно упал. Что ты издеваешься надо мной, блядь? Ему в руку попал, он жив. Кто? Жив Кинг. Кинг живой? И теперь, прикинь, он пиздец. Как зол на вас? Кинг он сказал моему бате, чтобы он ликвидировал Костю. Чтобы спасти Костю, нам пришлось устроить целое театральное представление, в ходе которого мы взорвали его машину. И убедили всех, что Костя действительно погиб. Но на самом деле, в то время, пока Костя отсиживался в белорусской глуши, я ждал момента, когда Кинг совершит свой следующий шаг. И вот к этому шагу мы будем готовы уже во все оружие. Вот по этой причине, батя, ты работаешь на меня. Давай в следующий раз, когда будем мочить лысого, все будет по-тихому. Именно ради этого момента мы установили камеры в доме Кинга. Именно ради этого момента долгих три месяца Костя сидел в Белоруссии, а мы все дружно оплакивали его смерть. Но теперь можно было вскрыть карты, и в наших руках были всевозможные козыри. По сути, нам оставалось просто отнести кадры с передачей денег в полицию. Но была одна проблема. Все, кроме меня, до сих пор считали, что Костя и вправду погиб. Да, Сок, уже пора заканчивать. Ты слушай, я виноват в смерти Костя, башкать, не п***. Только ты виноват, это все на твоей вине. Ты ублюдок, кончили, если бы ты знал, что ты бы так не п***ябрый, как я с Костей. Извините, блядь. Я говорю, если бы вы все просто делали то, что я говорю, никаких проблем бы не было. Вы сами, нахуй, эти проблемы все реально приносите. Кончили, долбоёбок, п***. У меня не оставалось выбора, кроме как рассказать парням правду. Но если бы я просто ни с того ни с сего начал кричать, что Костя жив, парни бы просто, наверное, покрутили бы пальцем у виска. И поэтому мне необходимо было предоставить доказательства. Ёб твою мать, Костя, блядь. А ну нахуй. Ай. Рад ты видеть. Ёб твою мать, Костя, нам все, надо отсюда сваливать, я за тобой приехал. Все, мы отсюда уезжаем, как можно и быстрее. Потому что... Никто не узнал, но тебе нужно срочно отсюда уезжать вместе со мной, потому что тебе нет смысла, чтобы ты тут больше находился. Возвращение Кости должно было быть самым счастливым моментом, как в истории канала, так и в нашей собственной жизни. И по дороге назад в Россию я уже представлял, сколько слез счастья прольется, когда парни вновь увидят Костю. Это должна была быть наша полная и окончательная победа. Но за время моего отсутствия парни умудрились не только обнулить все, что мы сделали, но и добить нас окончательно. Вы что, угораете? Вы издеваетесь, блядь? Вы что, ебанутые? Вы что натворили, Паша? Вы издеваетесь, вы не знаете, сказали, что уходит. Ушли, блядь, вы эту твою хуйню творите. Санцон Егорю, скажи мне, Рома был. Мертв. Каким образом? Вы взяли ее в плен и стали шантажировать, правильно? И заставили его убить. Вы сделали максимально бесполезную хуйню. Вы насрали себе, насрали мне, ей, нахуй, всем. Вы все, нахуй, только испортили. Я испортили. Я испортили. Я не испортили. Я не делаю, я не делаю. Вы мне сказали, что вы просто уходите. Да, Костю убили, нахуй. Я был следующим, мы смотрели это видео. Да, я должен был сидеть просто, да? Костя, Костя, жив. Понятно тебе, кусок дерьма. Костя жив, и все это время был жив. А вы куски дерьма только что убили человека, блядь. Сразу стало понятно, что за эту канитель нам всем прилетит такая ответка, которую наши жопы еще не видели. Но во всем этом бессмысленном и беспощадном ужасе больше всего меня пугали не последствия наших действий, а то, как я буду смотреть в глаза Егорю. Еще раз говорю, можно перестать плакать? Твои задачи сейчас просто спокойно себя вести. Не надо реветь. Просто приехал, я тебя тут привез спокойно. У тебя все получится, если ты никакой сейчас не сморозишь, не будешь выпрыгивать у тебя тут из машины, то все нормально. Батю спасем, все разрули. Привет. Блядь, что, 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 стой, стой, стой. Я-то тут пришел, я-то, я-то пришел. Блядь, да хоть что-то меня держишь, что я-то нормально иду, но в чем проблема? Мужики, я иду своими ногами. Я могу просто идти, что мы, что вы хотите? Стоп. Сейчас ты ему скажешь на все. Что, эволюция, этот кашел, который ты себе все устроил? Вы за что жили, блядь? Я это не устраивал, ты не понимаешь? Ты не понимаешь, это не я сделал, черт. Они что-то бахан выжил. Понял? И дай бог ему не выжить. Мы тебя увесом, мы идем, завалим тебя, понял? Наверное, если бы в тот момент врач вышел и сказал, что с батей Егорем все будет хорошо, то мы хоть как-то бы откатили эту ситуацию назад, смогли бы договориться, устроить перемирие и так далее. Но когда врач вновь появился в коридоре, он вынес вердикт, который поставил крест не только на жизни отца Егоря, но и на нашей дальнейшей судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok Я тебе сказал, что я завалю тебя. Мужики, они меня что-то же... Доктор, доктор, милый, вы блядь? Нет! Нет, милый, блядь, милый. Сунь, мужики, вызывай охрану, вызывай охрану. Ты так не опрогайся. Никакой лес. Я не пойду ни в какой лес. Сейчас, забухай! Все, блядь, дочь, помогите! Убивай! Мой побег не был каким-то продуманным действием. Это был, скорее, жест отчаяния. Я понимал, что от судьбы не уйти и возмездие за батью Егоря рано или поздно нас настигнет. Но вот только я не знал, что это случится так скоро. Что происходит? Нет! 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 Стой, стой, стой! Не буду! Стой, стой! Стой! Нет, брат, чувак, нет! Нет! Все, все! Блядь! Все, все! Давай, давай! Ну что? Что я? Я ни при чем! Я говорю ни при чем! Я говорю, это Роба и Паша! Давай! яхers! Стой, стой, стой! 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 Это Роба и Паша я тебя! Прошу просто все! Я не при чем, чувак! Я не при чем! Я не при чем! 100% Пойдем! я не имею никакого отношения мне тоже жаль что ничего не сделать сделаем это сделаем где они либо ты либо они давай выбирай хорошо я скажу адрес я скажу адрес пожалуйста но я ни при чем реально мужики я приехал к тебе кто-то из вас может меня осудить но знаете что мне просто это все надоело не надоело без конца исправлять чужие косяки а потом еще получать за это по морде паша с ромой сами заварили эту кашу теперь пусть сами ее и расхлебывают и даже если эти быки открутит и я и как средневековье украсить могилу бати егору то пусть она так и будет потому что будет это совершенно заслужено именно так бы я и сказал если бы мы не были друзьями но мы одна команда мы были есть и будем вместе и за все наши косяки отвечать мы будем тоже вместе сука тут ни одной дырки все они припарковались все прощу телефон где друзья где друзья твои не надо давай я никуда не убегаю здесь 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 показывают я обещаю что вы с ними ничего не сделаете нет что я обещаю что если мы их не найдем мы с тобой сделаем давай иди сюда второй этаж второй этаж куда да некуда бежать со трое этажа с окна прыгать да давай можно меня не держать ну а там 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 это закрытая закрытая зона ну разом 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 вы даже не представляете какие эмоции я испытывал когда увидел сидящего в голове стола Расула. Когда быки Егорева пытались выбить из меня адрес, то первое, что мне пришло в голову, это назвать место, где обычно по вечерам тусуется Расул. И я даже думать не хочу, чтобы сделали эти сволочи, не окажись Расула на месте. Расул! Короче, вот этот сотник и вот эти вот что он должен делать? Мне иногда кажется, что главный спорт в Дагестане, это не борьба, а шаолинское кунг-фу. Если бы мне удалось нормально заснять, как парни Расула уработали этих неповоротливых быков, то на этом месте сейчас был бы такой перелив на мой телеграм, который мой канал еще не видел, ребят. Но, конечно, я не могу оставить вас без вашего любимого экшена. И в качестве компенсации за то, что вы не увидели это эпичное сражение, точнее, избиение, я придумал одну очень интересную штуку. Помните, когда-то давным-давно, когда мы с Расулом были еще врагами, он назначил мне бой. И тогда я даже принял этот вызов, но после мы владели все наши конфликты мирным путем, и этот бой потерял всякий смысл. Тогда очень много зрителей ждали этого боя и очень расстроились, когда он не состоялся. Поэтому сейчас я договорился с Расулом устроить уже дружеский спарринг, где он сможет показать себя во всей красе. Ну а я, скорее всего, буду выступать в роли боксерской груши. Поэтому, как только под этим видео будет 111,111 лайков, то мы выложим на этом канале настоящий спарринг с Расулом. Ведь по секрету вам скажу, мы уже его сняли. И такому экшену позаведуют все фильмы Рокки «Вместе взятые». Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал. На канале уже совсем скоро 4 миллиона подписчиков, и я подготовил нереальный росток. Вам безумно понравится. Вы 100% его не ожидаете. Поэтому прямо сейчас спускайтесь. К тому же не будете пропускать новые видео. И не забывайте еще нажимать колокольчик. Стой! Стой! Все! Не двигай! Не двигай! Все! Я стал пушкин! Все! Все! Я успокоюсь, я тебе б*****ю! Я говорю, успокойся, б*****ь! Все, да не бей его, не бей его, не бей! Думал, в меня в багажник засунешь, б*****ь! Да меня в багажник засунешь? Ты моё, нахуй! Ты все, выкидывай, выкидывай. Ты будут вашу с... Мусор, вы чё, не б*****ь. Изумовая вещь! Да-да-да-да-да-да-да! Пошел отсюда! Как только Расул отправил Егорию вместе со своими шестерками в Освояси, у нас с ним состоялся разговор. И я не знаю как, но оказалось, что Расул уже в курсе всей ситуации. И более того, он рассказал нам информацию, о которой не знали даже мы. Но самое главное, что вся эта информация была, мягко говоря, неисприятна. Смотри, я тебе покажу более того, откуда ты говоришь, я все знаю, я тебе покажу. За ваши головы тут даже цену назначили. Чего, блядь? Я тебе сейчас покажу. Ты же не против, я снимаю? Да, поснимай, посмотри, почитай. Что там? Что там? СПБ спорт. Ёб твою мать. Розыск, Варламов Роман Сергеевич, он шестого года рождения. Тяжкие телесные 300 тысяч, глушняк 700. Ты что это такое? Что это нахуй такое, блядь? Что за глушняки, блядь? За Пашу 800, блядь. О, охуенно. А за меня лям 800, ебнулся. Что это такое? Это награда за ваши бошки. Кто охоту назначил? Не знаю, но я могу узнать. Узнаем? Я узнаю обязательно. Но гаситься не вариант вообще, Рассул. Ну где прятаться-то, блядь? Нет, понимаешь, я тебе смогу помочь. Чем я смогу, тем я помогу. Раз я взялся за это дело. Не-не-не-не, прятаться точно не вариант. Мы это уже проходили, я уже... Что это сейчас нужно сделать, понимаешь? Есть? Да, есть. Если видишь выход в этой ситуации, давай. Я там вижу выход. Ну, давай. Мне нужен полгранат. Гранатур до конца пойти? Да. Ты понимаешь, что мы с парнями прятались несколько месяцев. И в итоге это приходит к тому, что сейчас наша прятка заканчивается, что нас на весь город будет искать. Я один это сделал. Полный газ, ну, это тебе выйдет, знаешь, в копеечку. Я смогу это все раздобыть, то, что тебе нужно, это в копеечку выйдет. Да, хорошо, я даже готов тебе заплатить неплохо. Мне не надо ничего платить. Когда ты ко мне пришел, попросил у меня извинения, руку мне пожал, вот тогда я готов был идти с тобой до конца, я пойду до конца. Раз ты говоришь полный газ, то полный вперед. После того, как Расул показал мне этот чат, где было четко написано, что ищут нас, и за наши головы есть вознаграждение, мне стало понятно, что в городе находиться просто небезопасно. И я не придумал ничего лучше, как набрать пацанам и предупредить. Алло. Алло, да. Паш, привет, ты сейчас один? Ты с парнями? Привет, слушай, я с Владиком, Костей, Ромчиком. Что такое? Все? Никита с вами тоже? Никита со мной, все здесь, да. Короче, сейчас прямо берите чемодан и все съебывайте в свои города. Просто прямо сейчас берете, там, самолет, машина, автобус, неважно, просто сейчас едьте, все в разные... Что случилось? Неважно, что случилось, не имеете какого значения, просто, пожалуйста, сделайте, что я говорю. Просто сейчас возьмите и уезжайте. Не, подожди, давай мы поможем как-то. Вы уже один раз мне помогли, блядь. Пожалуйста, просто сейчас берите и уезжайте. Не надо мне помогать, я сам все сделаю. Просто не лезьте в свой нос сюда, не суйте. Да, 100%. Все. Не думайте, что я решил строить из себя супергероя и считаю, что я лучше других смогу решить все в одиночку. Даже наоборот, я практически уверен, что ничем хорошим моя задумка не закончится. А если так, то зачем рисковать всеми, если я могу рискнуть только самим собой? Как я и говорил, мы одна команда, и даже если со мной что-то случится, то парни что-нибудь наверняка придумают, и видео на канале продолжат выходить. Вы скажете, Саша, подожди, ну ты же сейчас стоишь целый, невредимый, прямо вот перед нами, а значит все прошло хорошо. Нет. Дело в том, что я решил записать эту часть заранее. И сейчас я нахожусь здесь совершенно один. Как мы и договорились с моей командой, включая операторов, все уехали из города, а я остался, чтобы сделать то, что давно должен был сделать. Вся дальнейшая съемка будет вестись на вот эту вот камеру. И, к сожалению, ваших любимых студийных комментариев здесь больше не будет. Поэтому на этом моменте я хочу с вами попрощаться. Может быть, только лишь, надеюсь, до конца этого видео, а может быть и навсегда. Все. Так, сейчас надо написать Расулу, он должен мне помочь. Блядь. Очень нервничаю на самом деле. Если бы Расул мне не помогал, я бы, конечно, вообще по такой жопе остался. Господи, надеюсь, это будет не очень дорого. Понятно, блядь. Сто тысяч. Комиссия полторы тысячи. Пи***ц. Бабло отправил, что дальше? Весла координаты. Понятно. Дело в том, что мне нужно забрать одну посылочку. О, она находится недалеко. Туда пешком придется херачить, машина не проедет. Фото пришлю чуть позже. Все, понял. Выезжаю, наверное, на самую важную операцию в своей жизни, блядь. Все, выезжаю по адресу. Надеюсь, что там не будет ждать меня сюрпризов. Я еду абсолютно один. Чем это закончится, не знаю. Но буду верить лучше. Это находится в черте города. Но еду как бы в такую супер-пупер промзону, где нету практически жилых домов, нету магазина, торговый центр. Тут порт, видите. Ремонтируют корабли. То есть это вот все большие биржи. Ой, баржи. Вот осталось по прямой, а дальше, видимо, уже пешком-ка валять. Предлагаю, чтобы сильно внимания не привлекать. Здесь прям и прокануться. Вы все не представляете, на что я подписался. Но еще эти ребята не сильно задаются вопросом. Зачем мне, блядь, лопата? Я вообще предлагаю посмотреть фотографию, которую мне прислал Расул. Но это явно пляж. То есть это где-то внизу, скорее всего. Я, конечно, скалолаз себе так себе. Чтобы ноги, блядь, не переломать. Какая красота все-таки. Финский залив. Это было около зелени, поэтому я предполагаю, что это где-то рядом должно быть зеленушкой. Сейчас ищу ориентир банку какую-нибудь. Так, вижу баночка. Раз. Очень похоже. Нет, не похоже. Вот этой нету. Большой, круглый рядом. Опа. Очень похоже. Камешек вот есть. Сзади камешек. И какая-то банка. Да. Опа. Очень похоже. И следы даже какие-то есть. Все, ребята, походу нашел. Предположительно, здесь начинаю копать. Опа. Вот это камень поможет мне. Опа. А вот и нашел. Тихо, тихо. Опа. Вот оно, то, что я искал. Здесь. Сейчас увидите, что. Блять. Бать, она тяжелая. Так, есть граната. И тоже не менее важный, сейчас самый важный атрибут. Вот он. Заряжен. Пустой. Блять. Блять. А, вот и патрончики. Блять. Так вот достается нелегальное оружие. Это настоящие боевые патроны. Давайте проверим. Будем стрелять. Даль, надеюсь, ни один моряк не пострадает. Если блять, если херачи сюда или где-то здесь, могут найти пулю. А нам это не надо, правильно? Опа. Осечка. А теперь зарядили. Ох. Работает хорошо. Так, гранату, с вашего позволения, проверять не буду. Я ее просто забираю с собой. Моя задача дойти до машины. Не попасться в руки полиции вот с этим добром. Дальше выезжаю за одним человечком. Возможно, подожду ночи, чтобы уже ночью нагрянуть. Возможно, поеду прямо сейчас. Посмотрим по ситуации. Очень переживаю, ребят. Очень переживаю. Очень нервничаю. Но выбора у меня особо нет. Если уж я задумал что-то делать, то надо это идти и делать до конца. Ребята, вообще прошло дофига времени. Мне, к сожалению, пришлось достаточно долго искать место, куда мне нужно приехать. Потому что я еду сейчас за Кингом. А у него много домов, где он может обитать. Но сейчас я уже с вероятностью 99% нахожусь около дома, где находится Кинг. Я видел его машину. И его очередной дом находится вот здесь, за этим забором. Моя задача сейчас очень аккуратно проникнуть на территорию. Опа, вот и ворота. Пройти на территорию. И добраться до Кинга. Для этого, собственно говоря, я все с собой и взял. Все, что вы видели, все, что я откопал. Это все для этого. Так, вижу какая-то дверь. Тут очень большой забор, на самом деле. Поэтому будет, конечно, сложновато через него перелезать. Чтобы вы понимали, территория его участка огромная. Огромная. И как на него попасть, сейчас мне предстоит узнать. Я сейчас долго думать не буду. Дальше я, наверное, буду двигаться уже без автомобиля. Потому что он очень привлекает внимание. Я заранее извиняюсь, если съемка будет плохая. Но я прошу меня понять. Я время не терял. Замаскировал все немного. Спрятал. Так, вот, ребята, пистолет. Ну и, конечно, коронная этого вечера. Гранат. Так, все, я в полной боеготовности. Я сейчас нахожусь сзади дома. Вход изначально был вон там. Попробуем через вот эти какие-то задние ворота перелезть. Что-то откроется. Опа. Так, сейчас. Там стоит два охранника. Не знаю, как пройти. Так, ребята, я прошел первых охранников. Теперь нужно проникнуть как-то к главному входу. Сука. Все зашторено. Никакая не видно. Я, конечно, с фонарем хожу. Поверяется. Это большое палево. Там вдали стоит охранник под гирляндой. Господи, сколько охраны. Это невозможно пройти. Эта тварь просто себя обсыпала охраной. Я вижу большая гостиная. Какая-то лестница наверх. Блин, да второй этаж еще. Блин, да. Нет, с фонарем быть уже дальше опасно. Если не будет видно, извините. Они ушли курить. Ставили вход открытый. Но это мой шанс. Блин. Я внутри. Это куртка Кинга. Так, у меня было мало времени, пока они не вернулись. Там еще был охранник, я помню. Блин. А вот это хоромы, блядь. Вот это, блядь, хоромы. Сука. Отстроила тварь. Надо осмотреть все комнаты. Понятно. Спальник где-то наверху. Это, скорее всего, комнаты охраны. Аккуратно. Тут раз комната, два комната и три комната. Вот это, похоже, больше всего на спальню. Без хозяйскую. Никого нету. Пустая спальня. Я мог ошибиться. Он, может быть, сейчас не здесь. Но у него была куртка там. Я понял, один охранник на улице, один внутри. Сейчас они оба курят. Скорее всего, он здесь. А скрипит пол. Он, скорее всего, здесь. Там кто-то есть. Какая-то девушка. Это Кинг. Какая-то девушка с ним. Я не вдвоем. Сука, помешай мне. Посыпайся. Тихо, 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 тихо. Смотри, у меня в руках пистолет. Будешь рыбаться. Слышишь меня? Будешь рыбаться, получишь пулу. Сейчас. Ты без единого звука. Встаешь. Слышишь меня? Встаешь. И идешь на вот тот диван. Понятно тебе? Понятно? Встаешь быстро. Не двигайся, блядь. Слышишь меня? Если будет хоть один писк, хоть одно слово, я выстрелю ему в лоб. Понятно? Я сейчас с ним буду разговаривать, а ты сиди здесь и помалкивай. Понятно? Алина, чего это? Это не Алина. Спокойно. Это спокойно. У меня в руках пистолет, тебе лучше... Я вижу, что у тебя в руках. Может я? Спокойно, садись сюда. Садись сюда. Громко не говори. Мне, чтобы твои бугайи сюда пришли, мне это не нужно. Я пришел поговорить с тобой по факту. У меня с собой пистолет, и давай мы с тобой будем говорить четенько, спокойненько, как я захочу. А может, ищу чайку налить, стрелать? Нет. Давид, я пришел поговорить сюда, серьезно. Без всякой... Не. Ты же у меня в гостях. Не ори, блядь. Не ори на... Не ори, долбоеб. Ты ее еще напугал. Да. Может, ты еще ствол у головы не плала? Я пришел спокойно поговорить. По фактам. Понимаешь? По фактам, на... По фактам. Да по каким фактам, на... Я тебе скажу факты, блядь. Ты два раза пытался меня ебать. Вот тебе факты. Я знаю, что это ты, лысый, блядь, ко мне подослал. Чего? С Ромчик ко мне вышел, сам решил попробовать? Я? Я к этому не имею никакого отношения. Долбоеб ты, блядь. Сука, жирный. Кого ты летишь, на... Еще жирная, на... Я что, поверь, что Ромчик это сугой падает? Возьмет где-то ствол, блядь. Найдет, видимо. И придет ее. Да, поверь. Тебе придется поверить. Потому что нехуй бабу было трогать. И лезть к ней в трусы. Да, блядь, что где? Она сама поху... Блядь, что не видел, что ли? Слушай, мне вообще похуй, блядь. Кто по каким... Как хуй там прыгает? Я пришел сюда совсем за другим, блядь. Смотри сюда. Это... Плеси пивка, а? Плеси пивка, завали конченый ты, сука, кусок говна. Чего тебе надо? Чего тебе отмянуть? Я убираю ствол. Молодец. Но имей в виду, что я с тобой разберусь и без него пить, если захочу. Как ты, блядь? Даже не пробуй, блядь. Как ты разберешься, лбоеб? Ты видел, что снизу пыли заходит? Если хоть волосок с моей головой упалет, ты нахуй сюда живым не выйдешь. Либо мы отсюда сейчас выйдем с тобой вдвоем друзьями, блядь, или хотя бы пожав руки. Либо нахуй никто не выйдет. Это все тупое. Может, ты еще продюсер, мы сейчас ставим. Тут с Егора уже не вышло. Что нахуй с Егора не вышло? Что, блядь, с Егора не вышло, долбоем? Что, блядь, с Егора не вышло? Что, блядь, с Егора не вышло, долбоем? Во-вторых, что с Егорю не вышло? Еще раз, блядь. У меня с ним все нормально, блядь. Ну ладно, если мы оба сейчас вдохнем, так что быть, я тебе расскажу. В общем, я когда от тебя ушел, решил свой проект начать. Ну и вспомнил, что-то у Артема снимался, вот такой, белобрызый, харизма есть. Ну я носу прикинул, решил замутить. У кого и харизма, блядь, есть? У Егора, у кого? Ну что, сам догадаться не можешь. Ты Егорю как проект задумал? Да. Нахуй, нахуй, это надо. Ты сейчас зарабатываешь в 10 раз больше, блядь, чем я, блядь, сейчас и тогда. Ты, блядь, столько бы денег, но Ютубе даже близко не заработал. В дома, блядь. Теперь сводятся, блядь, к деньгам. Ты не мог подумать, что кто-то мог за идею? Нет. За идею? Кто? Ты? Да. Ты? Да. Ты ебанна, ты что у меня за идею нахуй? Не работал, блядь, а денежек нахуй захотел. Ты что, блядь, ну что на дядю? У твоих подписчиков работать, он мне своих как брать. А, подписчиков хочется, да? А, ну вот так и говори. Так вот в этом-то вся проблема. То, что ты тщеславный ублюдок, блядь. Лицемерный кусок говна. То, что ты мне завидовал все это время. Ты хотел быть на моем месте, блядь, одноклассничек, мой любименький. Хотел бы всегда просто на моем месте. Хотел бы... Не ори, блядь. Хотел на своих подписчиках, да, быть, со своими подписчиками. Тусоваться там, да, быть популярным. Вот так и говори ты, кусок говна тщеславного. Что в этом было все, а ты меня тут за идею чешешь. Идея немножко в другом. Чтоб таких пи***цов, как ты, гнилых, выводить на чистую воду. А расскажи мне, пожалуйста. А кто? А кто? На канал Егора Острайкину? А что болтишь-то? Кто? Саш, давай-ка не придуриваться. Мы с тобой оба знаем, что твоя капсула времени полнейшая. Китайский айфон, китайский макбук, фальшивые деньги. И на канал Егора Острайкину только, чтобы это все не всплыло, да. Ты прекрасно это знал. А я это сейчас вскрываю все. Зачем? Ты сам знаешь, ты сам был, да, сам внутри сердца этого, всей этой истории. Ты знаешь, что ни денег не было, ни хуя не было. Че ты мне рассказываешь? Гнилой пи***цов. Бабки-то у тебя появились, только как ты был гнилым, пи***цов. Чувак, да пошел ты нахуй. Ты пошел нахуй. Ты понимать, подписчики, они заверстут чувствуют, таких пи***цов, как ты. У тебя на глазах написано, что ты пи***цов, всю жизнь пи***цов, всю жизнь мне, пи***цов, всю жизнь мне, пи***цов, всем своим друзьям, своим девушкам. Ты всех всегда нахуй, ты пи***цов, ты разоблачение, без разоблачения, неважно. Люди понимают, кому верите, кому верите, ты конченый кусок говна, я всегда был. Стоя, я не буду. Сурак. Сурак, стоять, стоять, стоять. Че взорветесь, все, нахуй, б***ь, если мы хоть один, быстро срепляем. Куски говна, б***ь. Еще раз говорю, опустишь оружие, б***ь. Иначе все взлетим на воздух, где покрыто, ебанутые. Ты нахуй, частой ствол опять взял, пи***цов, и опять нафиг, опять напи***дел, гандон. Недоладо, медно не сило Чеканав там Куда выбрали? Я сейчас выброшу, он нахуй Брали уси, все Убрались, не подходи ко мне, сейчас выброшу нахуй Все, похуй, бля Сука Ебаный род Субтитры создавал DimaTorzok